Дорогие друзья, приветствую вас! И мы с вами говорим сегодня о финансах. В прошлых передачах мы говорили о том, что существует фундамент. Фундамент процветания, друзья, это покаяние в грехах, которые были соделаны. То есть это может быть воровство, обман, это может быть вы брали в долг и не отдали людям деньги. Все это нужно исправлять, это является фундаментом. И сейчас мы говорим о следующем этапе, это десятина. Десятина, в самом деле это очень важная сторона, потому что десятиной мы свидетельствуем. Мы свидетельствуем в духовный мир, что Бог наш покровитель. Вы знаете, многие люди, они не знают, как давать десятину. Они отделяют деньги сначала на все свои нужды, и потом то, что осталось, они с этого начинают давать десятину. Ну, если не хватило денег, значит, десятины не будет. Но вы знаете, тот секрет, который я лично вам расскажу, что когда приходят финансы, то, как делаю я, я даже не считаю всю сумму, потому что я знаю, что десятина – это Божья святыня, то есть это то, что отделено для Бога. Поэтому я никогда не возьму никаких денег, прежде чем не отделю Богу десятину. То есть первое, я не могу это сделать в середине процесса, к примеру, что касается этих финансов, или потратить все деньги, а потом с оставшихся взять и дать десятину. Почему? Потому что сам процесс того, как я даю десятину, он может быть очень духовен, и он может быть очень важен для вас. Потому что в этом процессе вы показываете Богу и свидетельствуете в духовный мир, и даже для самих себя, что какие бы деньги к вам ни пришли, в первую очередь вы возьмете десятину. И то, что берется в первую очередь, это и является свидетельством того, кто ваш Бог, кто ваш покровитель, кто ваш обеспечитель, на кого вы уповаете, кому вы верите, от кого вы ожидаете помощи, от кого вы ожидаете поддержки, от кого вы ожидаете, что ваши долги будут отданы, от кого вы ожидаете прибытка, от кого вы ожидаете того, что финансы умножатся в вашем кошельке. Послушайте, вот это первое свидетельство. И когда я беру, и в самую первую очередь я говорю, Бог, в первую очередь это ты, а потом уже все остальное. Вы знаете, это сила, это то, что дает человеку веру. И вы знаете, вера очень важна. Человек, который взял и не дал десятину один раз, очень часто, человек хороший, он старался, он давал, но он не знал этого принципа, и у него не получилось дать десятину. Я думаю, дело не в том, что Бог его осуждает. Вы знаете, что Бог нас любит, и что мы вообще живем не под законом. И Бог, Он принимает нас, Он спас нас, когда мы были грешниками. Но есть другая проблема. Проблема в том, что когда вы неправильно поступаете, то потом у вас, у самих нет веры. Если ты в чем-то хочешь быть успешным, будь в этой сфере чистым. Такой простой закон. Будь чистым. Если ты хочешь процветать, будь в ферре финансов чистым человеком. Насколько чистым? Кристально чистым. И у тебя будет вера. Потому что если ты взял и не дал десятину, если ты нарушил то, что сам строил, что потом с тобой происходит? Естественно, потом с тобой происходит вот что. Когда у тебя приходит нужда, ты начинаешь молиться, но у тебя разрушено основание. То есть у тебя нет веры. Твоя вера, она надломана. И это то, что хочет дьявол. Он специально толкает человека на то, чтобы человек согрешил, чтобы человек нарушил свои правила, чтобы человек сделал что-то. То есть не дал десятину. Или дал не 10%. Вы знаете, скажу вам прямо, Бог не обеднеет. Богу вообще ваши деньги не нужны. Но ваша вера, она будет разрушена. А только посредством веры Бог творит чудеса в жизни человека. Такая серьезная проблема может быть, когда человек нарушает что-то. Посредством веры творятся все чудеса. Я хочу об этом с вами говорить. И в следующей передаче я прямо продолжу с этого места.